всем добрейшего друзья 16 октября 16 я не вру кавкэш подруга бегает или друг здорово всю ночь меня охраняла ай-яй-яй да 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 самого мышь повесилась холодильнике да короче это это пролетаровка первомайка пролетаровка по моему роснефтьевская заправка еще одна так без фанатизма вроде переночевали без вопросов с ума сходит нет нет у меня ничего сам голодный вот переночевали нормально тихо спокойно все с машиной тоже все хорошо время пол седьмого утра разрешили здесь стоять что будем заводиться рожок грязный надо будет протереть нам туда двигаться еще сто семьдесят километров уйди ты несъедобно эта камера приехали мы оттуда да ай-яй-яй да 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 кореша мои ну все двигаемся 50 05 здесь здесь топлива буряти стоит полтос нормально как раз сейчас выйдем если будет такая же дорога какая была то в принципе я думаю часа за три мы должны заехать может быть за 4 поехали время сеть ровно немножко собрал 179 километров до точке прибытия а дальше все за каменск все 20 там или сколько километров или 30 все граница с монголией но там какая-то такая она наверно колхозная все не вправо не влево там не дорог нету ничего не родина не флага сплошная не знаю чего там сплошная тайга не тайга степь не степь лес не лес горы не горы доедем посмотрим но сам факт что такое если взять размер российской федерации то дальше все цивилизация заканчивается наша дорога доза каменска не закончилась дальше как бы нам уже не очень интересно бурятия бурятия это бурятия и заканчивается же бурятия в гт брянский поселок городской поселок городского типа я там спрашиваю звонит там оттуда человечеками там я не заблужусь у вас там не адрес там сказали все они говорят у нас где поселок небольшой одна улица прилегающей территории или город поселок заканчивается что это город примерно как вот здесь наверно тоже так вот центральная улица в большинстве своем а влево вправо дома вот торговый центр титан даже здесь есть видите те к и мои сан наверное на бурятском это была интересная арка на на какой-то район держал или что вообще вообще это не официальное название этой дороги джидинский тракт или джидинский джидинский наверно так можно даже д д и читуется готовил такие на бурятский нужен чем ближе к монголии так монгольские названия присутствуют хотя какие-то в монголии название 4 миллиона жителей из них 2 миллиона живет в улан батаре остальное все 2 миллиона на все остальные территории хотя территория то какая огромная по моему 2 по моему 4 миллиона если я не ошибаюсь жители монголии так и хоть где мы находимся при этом чудо 1 майка по моему 1 майка это палавка 1 майка лиц село это палавка думаешь что такое крутится петропавловка петропавловск кстати дорога вот очень похожи сюда вот как едешь вот на казахстан вот как когда-то в петропавловск была такая подгулявшая вот и тут примерно на петропавловке вообще вот смотри все огонь и ничего терпимо терпимо есть места такие где нужно конкретно сбрасывать скорость в общем-то едешь свои 60 не спеша тем более темно было я потихонечку не торопясь сейчас может повеселее даже пойдем уже светло видно все в природу будем смотреть хотя тут в общем-то наверно степи и чё сопки степи сопки гориста степная на казахстан чем-то тоже похож не заехал в казахстан так как вот так можно представить что ты там сейчас обещал в казахстан в казахстан попасть в этом году но немножко не сложилось было бы это нашим кент не надо было там водитель россиянин надо бы мы поехали с еще лети все наверное наш полет сейчас закончится за петропавловкой знакам подгулявшие мостики никто не отменял уважаемые на вы по свету все поражаешь вот тут можно есть они приспособлены наши белорусскую корову пусть она вечер уздохнет а это ничего так что-то все грызут грызут сами по себе там что-то из этой земли с этого сухостоя чего он разу не дождь не снег не зной не вьюга ничего и не страшно давайте приятного аппетита посмотреть так по сторонам ты ж еще нет чтобы жизни я так понимаю здесь данные земледелием тоже не особо-то позанимаешься на земля-то такая животноводство может не ошибаюсь конечно но если так вот монголы в тех же вспомнить ничего и кто-то животноводство все ладно даже кто-то обгоняет так вчера в принципе нет не сказала что совсем движение не было даже деловой с 30 садик деловые линии навстречу ним я ему дыр-гыр-гыр-гыр в ответ тишина никто не вернулся из боя молчишь молчишь ладно за каменск 163 у меня 171 нормально но гагатунь это вот там олег горелку плохо положил звенит динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь это нет почему вон вид наш вот поля недели здесь вот земледелие не ошибался беру свои слова обратно билета билета мне так кажется но там вот точно что-то росло белки-палки надо где-то остановиться горелку эту поправиться наш мне весь мозг вынесет динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь жаль за него в тормозном сне это нет здесь с левой стороны потому что вроде как и перепаха на и перепаха на перепаха на базара нет вот справа тоже все тут очень чина револ извиняюсь был неправ так интересно сопки ты голые и такие я не знаю как наросты какие-то вот зрели на них посмотрите да как вот какие-то вот ну нехорошие наросты на теле вот так прикольно желтенькая все правильно уже все пожелтела я думаю на сейчас потихоньку по идее а кислородически рассудить ландшафт должен становиться ну как ландшафт не знаю а вот именно ли местность более лесистая мышь едем досками грузиться поэтому путем простых логических объяснений что получается значит там где-то всего надо сначала спилить это как я же наверно рассказывал опять же повторить в рубцовск возили это лесопилку строили то как только начиналось то в алтайском крае туда уже почти казахстан мы каждого приехали от не поняли нефига лесопилку строит а лес то где кругом вот такая вот природа степь до коричу дальше здесь лесок и немерено наверно не тут точно так же но тоже интересно да вот извиняюсь за выражение но из таких дебрей на латвию дерево что мы там такое за дерево повезет что там за доска будет приедем узнаем просто даже вот прикинуть что с таких талей ну ладно там иркутская область там красноярский край понятно там оттуда выводится это лиственница в основном сколько не грузился там лесом всегда была лиственница а здесь чего может какой-нибудь этот монгольский кедр лошадки ходят при этом узнаем он послать как прелесть какая да вот интересно так так кусок тут 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 от природа окон коровенки кончились лошадки начались вот уже мимо это как бы стадом сложно назвать но вот одни едутся лошадки 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 а вот они видите стадом горит сложно назвать вот и сколько чередная древня а ферма он какая-то ничего вот еще ах какие красавцы оп 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 это хоть отбегает побаиваться маленькая но в самом случае делают вид что побаиваются уважаемым пофигу станет жует так важно все а этот даже с этим что-то у него там с уздечкой так так место и живут животноводство выращивать что-то тут вот деревня вон там он деревня мы там будем мимо нее проезжать так вот вдоль дорожки то чё не такие уж и глухие места айорское какое-то поселение и село на хакасию тоже чем-то смахивает в принципе то хакасия у нас что там западнее широта то одна примерно плюс-минус нижний тарей да так и называется вот нижний тарейское сельское поселение и село сельские поселения вот у них здесь а мы вообще едем часу начиная с петропавловки как бы вдоль границы с монголией она вот вот там с левой стороны у нас вот за этими сопками ну я не знаю сколько примерно по километражу там плюс минут может километров 50 и все проходит граница как она там монгольская манголь просто с монголией так что вот вот сюда спускали спускались вот до петропавловки сюда на юг а сейчас идем на запад за дорога заминирована вы видели это будем благоухать как роза а майская в октябре так что вот так и будем ехать и потепенно постепенно приближаться приближаться к ней граница вот за каменска это считается вот уже практически там 20-30 верст и все так что если хотите в эмиграцию вот как раз он по этому ущелью можно в плэп плэп туда в монголию хотя в принципе чем там заниматься возьмут в рабство и будешь там лошадей пасти но ван батор пешком далеко до цивилизации прикольно там говорят в ван баторе цены ездили и современный город соседствует с такими этими юртами и национальными монгольскими там все дела чем они там занимаются вот глубинка глубинка вообще такая далекая глубинка ничего жизнь кипит все заняты своим делом это дома заколоченные же не жилые какие-то живые потому что они почему не все ставни закрыты это не просто может на ночь там не закрывают творится очень многих став не закрыты хотя он там машинки какие-то стоят видите все став закрыты но этот понятно заколоченным это уже наверно заколоченный что я не еду тоже все не желает получается все может быть если честно не исключено не исключено это до получает это все печально если то что стал не закрыты все не живой а то здесь довольно таки печально тогда картина молодежь уезжает не хочет жить за редко чем тут заниматься перспективы скажем так никакой не только здесь везде так все стараются в город лучшей жизни у меня такое впечатление что мы сейчас куда-то полезем в горы вот видите так занят там он дрова какие-то лежат вот так взял ты на ней ездишь потом она на тебе ну вот сердце нет не может быть такой там просто может с улицы закрыты посмотрите там из десяти домов только в одном или в другом открыто хотя нам живут люди интересно как-то я не обращал внимание может и в других местах также это какой-то местный ноу-хау интересно да судя по всему мы сейчас куда-то полезем по каким-то перевальчиком интересно как интересно впереди интересно впереди важно вот и вот чтобы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok какая прелесть а нет соврал вот и уважаемые просто населенного пункта не было поселка гуляют гуляют вон их сколько здесь ну как это без коровенок нем говядина монголы что же было у них надо что-то надо посмотреть фильм я смотрел про чингисхана ну короче по гуглицу видите растя священное животное базара нет в индии точно несколько важно шалом с какими-то отметками красными это наверное чтобы понимать там машка ташка наташка бурька типа это мари да это не мои зачем мою коровку собрал большой нарык нарынское поселение поцехонько поцехонько торопиться не надо здесь тоже стал не закрыты а вот этот точно не живой стран да тут живут наверное вот это не живут есть вообще ни окон ни дверей вот живое тут все открыто все-таки наверно да тут не жилые дома вымирает глубинка ведь школьный автобус навстречу попался малыш еще тоже топчется школьник наверно туда в этот петропавловку в школу возят потом привозят тоже так вот каждый день по поезде попробуй нет он какие-то парпосы бегают он машины стоят ладно алексей николаевич шоу прицепились к этим ставням все тут нормально даже лежащий полицейский о как кассе и церквушка православная а нет наверно здесь наверно вот своя какая-то вот школа я так понял чудо написано чего прочитать не успел плюс четыре на улице сейчас главное сухо фига себе тут даже поздно поезд есть ну сифа пост нормально мы заехали в закаменский район уже 99 километров осталось пока все хорошо не считая вот этого перевала симпатичного ничего тут другого пока сверхъестественного не попадалось даже знак весел на въезде за каменский район это в лес въезд в лес там уже такой подгулявшую потрепанный вообще он смотрится под 70 уже хочу короче вырубка леса запрещена лес как бы я особо то не вижу ну незаконно имею ввиду струнется березы или что это вам хотя почему нет что это не березы нет это не березы это какой то что то другое вот такой желтенькая лица какие-то другие зрели еще один перевал 14 процентный спуск серьезно даже вот видите кучи этого лежат подсыпать здесь просто крутой без этих таких сильных право-лево просто крутой подъем вот уже не царестный но тоже не царестный какой мы интересный аурак спускаемся я так понимаю тут асфальт просто тупо смывает наверное дожди идут ручьи льют текут хороший такой о вражек потихонечку потихонечку потому что вот она перевали здесь вот именно тут гравейка и мост деревянный это уже второй маленькие правда может у нас дальше вообще гравейка падет до самого закаменска сейчас посмотрим не хотелось бы конечно не вон асфальт река красивая лень одеваться будем назад ехать спущусь к ней честное слово сижу тут разомрел в тепле вы думаете пропустят или нет да никогда в жизни ты еще покурить стань тут посреди дороги уважаемые все еще можно сказать осталось 68 можно сказать что мы почти приехали и